Доброе утро, уважаемые коллеги! С вами Александр Чистова и в эфире седьмой выпуск рубрики энциклопедия пошива, который мы проводим на площадке нашего центрального шоурума на Савинской набережной, дом 23, строение 1. На эту рубрику мы приглашаем представителей профессиональных швейных цехов, даем рекомендации дизайнерам и декораторам по изготовлению текстильных изделий, чтобы качество отшитых изделий удовлетворяло и конечного заказчика, и дизайнера. Наш сегодняшний гость Елена Бурлакова, основатель дизайн-ателье, автор и разработчик технологий бесшовного верха, участник проектов на телевидении. Здравствуйте, дорогие друзья! Наш выпуск посвящен технологии изготовления подъемных изделий. Они могут быть выполнены как из легких тюлевых тканей, так и из плотных тканей, различных факторов и структуры, и мы коснемся специфики расчетов и изготовления. На предыдущем выпуске 13 марта, я вкратце просто вам напомню, мы говорили о ламбрикенах, и те из вас, кто не смог посмотреть этот выпуск, могут его посмотреть в записи на сайте, на нашем сайте Текстиль ТВ, в разделе «Блог», в разделе «Энциклопедия пошива». Пожалуйста, смотрите, будем рады, если вы присоединитесь к нам. И мы с Еленой также готовы отвечать на все возникающие вопросы, которые будут появляться и в Инстаграме, и в чате. Пожалуйста, задавайте, будем рады ответить. Итак, тема нашего сегодняшнего выпуска – подъемные изделия. Кратко о том, какие мы знаем, в принципе. То есть мы помним, что есть у нас… Можем показать это нагляднее, так чтобы напомнить нашим зрителям, нашим дизайнерам-декораторам. Это… Андрей, надо открыть папочку 1. Римские шторы подъемные изделия, да, у нас есть австрийские шторы, французские шторы. Можно по порядку фотографии показывать? В данный момент римские шторы. Мы видим римские шторы различные. Это вот большая высота на римских шторах, очень большая, здесь порядка пяти метров, и под ними рулонная штора, прозрачная. Здесь декоративная, скорее декоративная функция, да, выполняли римские шторы? Да, очень большая высота была, нужно было… И следующая фотография, Андрей. Ну, это у нас… Лондонские, ну, я бы назвала их и австрийскими тоже. Да, потому что принцип один, там, одна треть низа собирается, да, остальная часть остается в прямом виде. Да, в принципе, отличие австрийских от лондонских только тем, что организация верха около карниза. На лондонских заложены складки вручную на момент сборки, а на всех остальных просто сборка шторной ленте. На австрийских, например, да, и на французских. Да. И следующая фотография, Андрей, покажи, пожалуйста. Ну, тут комбинация, опять же, римская штора, она опущена, был очень солнечный день, поэтому, так, римская штора первым рядом, а ближе была, да, в проеме она. И, ну, я не знаю, я называю это австрийской шторой, но, в принципе, это лондонская. Для лондонской тоже. Лондонская. Такое смешение немножко технологий, да, изготовление. Тут были особенности, поэтому здесь так, да. И еще одна фотография. Ну, это в чистом виде австрийские шторы, конечно. Да, это и ваша фотография, да? Да, это фотография из интернета. Сейчас я тоже хочу немножко заметить, что какие-то часть фотографий предоставлены нашим гостем Еленой, а часть фотографий для наглядности это фотографии из интернета. И мы будем об этом говорить, что это, да, собственность Елены, и какие-то части фотографий, это фотографии интернета. В данном случае это фотографии из интернета для наглядности, чтобы мы, ну, еще раз напомнили, как выглядят австрийские шторы. Следующая фотография. Это у нас яркий представитель французских штор, таких помпезных достаточно, да, дворцовых. Ну, иногда их все-таки используют, до сих пор используют и в домашних условиях, но и чаще всего все-таки в каких-то в кабинетах такие они, кабинетные. Вот. Лен, ну, мы проговорили кратко о том, какие они могут быть, и они могут быть всегда рабочими или они могут быть иногда и декоративными. Вот такой вот момент интересный для декоратуры. Смотря о каком типе мы сейчас говорим. Если мы говорим о том, что это австрийка или французская, то да, они могут быть декоративными. Все зависит от того, насколько заказчики, конечные заказчики хотят ими пользоваться и нужно ли это. А римские шторы, конечно, чаще используются как рабочие шторы, потому что они используют... Больше функционал. Функционал, да. И очень редко, крайне редко бывает так, что римская штора бывает действительно декоративной. И переделываем даже, ну, смысла нет, все равно она должна работать. Ну, вот, смотрите. Там мало ткани. Ну, да. Немножко теперь перейдем к функционалу. Сейчас, если Андрей нам откроет папочку номер 3, да, и мы поговорим о том, какие карнизы, то есть вот начнем с АЗОВ. Какие карнизы есть и предпочтительнее, то есть мы дадим рекомендации, какие все-таки, ну, и в каких случаях используются и вообще с чего начать. Вообще, в любом случае обсуждение любых римских штор, австрийских, любых подъемных, нужно понимать, что в первую очередь это конструктив и нужно понимать, какой карниз. Будет он рабочим, какой он по ширине. От этого зависит, какое будет расстояние между рабочими блоками, какое расстояние будет между кордами, то есть между фиберлосовыми вставками, как будет организована складка, какой будет декор. Все начинается в первую очередь от ширины карниза. Ну, вот в данном случае мы видим с левой стороны карниз с ротом. Механизм такие барабаны здесь, да, такой достаточно старой конструкции карниз. Он более дешевый. Более дешевый, да, его, конечно, преимущество. Но не на всех изделиях допустимо применять такой карниз, потому что роторы, они видны все-таки через изделие. Если у вас легкая какая-то ткань, портьерная или тюлевая, не рекомендуется брать такой карниз. И на фотографии справа более современные технологии уже карниз троторные, когда все эти механизмы спрятаны просто внутрь самого карниза. Он более бесшумный, да, я думаю? Он более сохраняет, более дольше сохраняет частоту, во-первых, самих веревочек вот этих, потому что они спрятаны внутри. Но, тем не менее, вот карниз с барабанами, с вынесенными, у него по функционалу есть такой плюс. Его можно гнуть, то есть его можно ставить в арочные окна. Сложные. Да, и эркер тоже. Профиль, это профиль, который гнется. Единственное, конечно, там есть, по-моему, ограничения, если я правильно помню, не больше 10% от базы. База и по высоте, вот эта высота гнутия, если это арка, то что-то около 10%. Ну иначе просто работать не будет механизм. Не сможем. Наверное, да, там последний раз у меня был проект, мне поставили такие ограничения. Я не знаю, в связи с чем, в связи с этим, может быть, очень крутая арка просто была. Ну и тут еще разница в том, что на роторном, да, механизме ленточка, вернее, ниточка, а на барабанном ленточка. Это как-то влияет на подъем? Я думаю, нет, по-моему, если, опять же, мне память не изменяет, если я не ошибаюсь, длина изделия, по-моему, может быть длиннее на барабанах, если, или наоборот, наоборот. То есть у них есть на роторном. Но в любом случае, вот была фотография, где высокие были около 5-6 метров, да, римские шторы. Мы там столкнулись с тем, что у нас из-за большой высоты рабочие блоки, которые с внутренними барабанными, внутренними блоками, они не работали. То есть на определенном моменте, да, по техзаданию была возможность делать, то есть нам техническая часть позволяла это все делать. Мы столкнулись, переделывали, делали немного другие, с ними, да. И следующая фотография. Это мы еще говорим пока о карнизах. И на этой фотографии, тоже фотография взята из интернета, показана, в принципе, способ крепления. Но так, я думаю, что все-таки нас смотрит профессиональная аудитория. Немножко напомним о том, как в основном крепятся все изделия с подъемным карнизом, на подъемном механизме, крепятся вот так, путем липучки. Если не будет декоративного вверха, опять же, если мы не говорим о том, что будет наверху еще декоративный карниз висеть с декоративными какими-то петлями или там с какими-то коронами, банду, то есть это более классические какие-то стили, усложненные. То есть мы все понимаем, что все-таки вот эти карнизы, они минимум декоративности на себе несут, да, и максимум функционала. Это совершенно рабочие лошадки. Еще одна фотография у нас есть. Это очень часто задаваемый вопрос со стороны конечного заказчика. Фотография взята из интернета. А можно ли крепить римские шторы на раму? На стеклопакет. На стеклопакет, да, на пластиковые. Когда я разговариваю со своими заказчиками, конечными заказчиками, которые, в общем-то, являются пользователями основными. Есть нюансы? Да, поскольку у самого стеклопакета есть ограничения по парусности, по размерам. Естественно, если эта рама большая и она близка к тому, что это будет предел по каким-то там перекосам, то надо понимать, что будет нагрузка на раму, потому что вы будете постоянно поднимать, опускать. И я, например, стараюсь снять с себя ответственность, так скажем, перед заказчиком, сказать, что я не буду нести ответственность, если они хотят, я поставлю, естественно, потому что ориентированно мы все на конечного клиента, так скажем. Если очень хочется, то можно. Да, я могу поставить, но я не несу ответственность за то, что будет с рамой потом, позже. Так, да, можно. Я стараюсь этого не делать, потому что есть системы солнцезащитные, гораздо более удобные. Которые адаптированные абсолютно для крепления на стеклопакет, прекрасные там плести, ролл, шторы. Это отдельная тема, потому что там тоже все очень интересно, тоже много нюансов. И я считаю, что они в любом случае быстрее и лучше справляются с солнцезащитой, чем римские шторы тканевые, потому что у них специальные пропитки есть. Ну и опять же, я думаю, что по цене римская штора будет дороже однозначно. Само изготовление более, ну если мы говорим о хороших тканях, если мы говорим о достойных карнизах, если мы об этом говорим, то это будет скорее всего дороже. Опять же, я сейчас, может быть, немного вперед зайду, говоря о том, что, ну, просто в данном случае ткань здесь непосредственно находится на солнце. Натуральные ткани, они не устойчивы к светопогоде. Поэтому дорогие ткани, в принципе, я бы не советовала ставить так близко на солнце. То есть, либо она должна быть на подкладке, тогда, в общем-то, вариант им не рассматривается. Либо это должна быть синтетика, либо ткань смесовая, даже, да, которая могла бы не выгорать, устойчива к светопогоде, к солнечным лучам. Соответственно, что дает дополнительный вес. Если это римская штора на подкладке, если хотят сберечь основную ткань, да, будет она тяжелее. И, естественно, тяжелее карнизу ее поднимать. То, о чем мы говорили. Очень много нюансов для крепления на стеклопакет. Если все это принять во внимание, то, конечно, как показывает практика, заказчики стараются уйти от этого. В крайних случаях бывает такое, что мы делаем такие вещи. Идем на встречу и делаем, да. У нас еще есть одна фотография. У нас есть фотография в зале. Есть? Уже? Да. Александр, да. Мы вернемся к фотографии. В предыдущей фотографии. Можно, да? Да. Я просто, может быть, отсюда так хорошо не вижу. А здесь используется, получается, декоративный карниз круглый, да? На нем висит римка, а уже снизу механизм, да? Правильно? Ну, в данном случае, вот я повторюсь, что эта фотография была взята из интернета, да. А мы говорим, в общем, о функционале таких подъемных механизмов и возможностях их крепления на раму, на стеклопакет. Там нет карниза для подъема. Там есть самые первые варианты, которые использовались до того, как придумали карнизы. Там есть карниз кафе. Кафе. Кафе для крепления. И прикреплены колечки, это просто шнурочный механизм, то есть колечко-колечко, и оно просто двигается в упрощенная система. В принципе, наверное, это тоже выход, потому что нет нагрузки лишней на стеклопакет. На раму, да. В принципе, потому что карниза нет, и именно, ну, да, выход, в принципе, выход. Ну, я не очень люблю такие вещи. Немножко кустарные, да? Кустарные. Но, опять же, это дело... Если у тебя получается без гарантии. Ну, конечно, конечно, потому что это было создано кем-то, каким-то... Ну, в принципе, мастер молодец, что он так сделал, догадался сделать так, хорошо. Ну, в свое время, когда не было в истории... Таких подъемных карнизов, да? И сейчас вернемся в историю возникновения интерьеров и тканей, да, когда не было этих карнизов, и даже дворцовые все... Времена, когда все были на шнурках. Вот на подобных. Обычные крючочки, металлические колечки, да, все было очень просто сделано. Да. Спасибо. И следующая фотография, это вот, к слову, о том, что есть декоративные карнизы. Ну, то есть они выглядят декоративно, да, но у них есть функция подъема. То есть это дорогие, качественные, хорошие карнизы, которые включают в себя две функции. И декоративную, и рабочую. Есть и такие. Ну, как правило, заказные. Заказ, да, если, опять же, заказчик готов, конечный заказчик готов ждать, и если позволяет бюджет, то, да, вполне можно. Почему бы нет? Такое бывает, такое возможно, да. Ну, красиво. Ну, конечно. То есть мы здесь в данном случае, жестко, если сказать, убили двух зайцев, да? И красивый верх, и сама штура рабочая. Ну, я хочу сказать, что для моего личного глаза, и моего мнения, ну, я бы сделала, конечно, скрытый карниз. Показать ткань. Но это дело вкуса. Непривычный вид. Но, тем не менее, это возможно, да. Наши зрители должны забывать о том, что есть такие карнизы. Если они необходимы, нужно их просто найти. Да, мы пока бренды не называем, но в европейских брендах и в английских брендах эти карнизы есть. Следующая наша такая темка. Вот вообще римские, сегодня мы говорим только о римских шторах, а в австрийских, в холондонах будет наш следующий выпуск. И вот по поводу римских штор. Все-таки на каких объектах они оптимальны? И вот обоснованы их предложения. Поговорим сейчас о специфике расчета, чтобы как-то соотнести ширину изделия с шириной ткани. Ну, начнем с того, для каких объектов, в принципе, существуют римские шторы. Для всех, для каждого ли помещения это нужно, и для каждого ли помещения это возможно? Ну, я сейчас буду выражать лично свое мнение особо, потому что в большинстве случаев, например, мое мнение, опять же, я считаю, что римские шторы приемлемы в любом помещении. Зависит все от ткани применяемой. Ну, функционал, да, они функциональны, они хороши. Может быть, для влажных помещений они не подходят, потому что это ткань, и она может... Хотя мы делали, мы использовали специальные ткани, которые... Для бассейна есть? Да, влагоотталкивающие, с пропитками ткани прозрачные, полупрозрачные, непрозрачные. Я считаю, что для любых помещений, для любых стилей можно выбрать, подобрать красивую ткань, красивую фурнитуру, отделочную тесьму. Я считаю, что для любых помещений, для любых стилей. Пожалуй, такие единственные изделия, которые подходят к любому интерьеру, я думаю. Это зависит действительно от ткани. От выбранных тканей, да. Многие дизайнеры... Многие, ну, есть дизайнеры, которые избегают римских штор. В силу того, что они не знают, недопонимают некоторых деталей, которые могут возникнуть. Какие-то подводные камни при монтаже. Важно обсуждать многие вещи с конечным заказчиком на момент предложения. То есть на момент разработки проекта. Даже вот кто из девочек архитекторы, которые проектируют. Мы с ними встречаемся, это важно. Встречаемся и оговариваем до того, как пойти к конечному заказчику. Какие-то моменты функциональные, пожелания по тканям. Особенно если эти ткани, шторы должны быть на подкладке. Потому что не для всех тканей, тканей верха, подходит какая-то определенная подкладка. Нужно понимать, какая будет ткань верха, какая будет подкладка. Должен ли быть это блэкаут? Нужно ли это заказчику? Какой это блэкаут? У нас есть технология, когда блэкаут подшивается непосредственно к шторе. В римских шторах другого варианта, к сожалению, нет. И есть моменты, когда блэкаут нельзя в принципе строчить насквозь. Потому что он пробивает, когда идет иголка, она пробивает все слои. Мы еще раз повторяем это. И будут на просвет эти иголки, будут видны. Будет видно. Забегая опять же вперед, у нас там будет дальше разговор по плану. У нас есть о том, что есть кулиски, организация так называемых кулисок. Если нам нужна римская штора с ребрами жесткости, то есть с фиберглассовыми вставками, с металлическими вставками, кто что использует. Ну да, мы этого тоже коснемся. Вот именно если будет блэкаут, совет, чтобы это была кулиска, организованная из самой шторы, желательно, чтобы это было на лицо. Кулиска на лицо. Эта организация самой позволяет, опять же, если позволяет ткань, позволяет окно. Все очень индивидуально. Сейчас хотела бы попросить наших зрителей взять калькуляторы, вооруженцы. Листочкой, метрочкой. Будем учиться считать. А считать, как это ни странно, вроде что там считать, резких шторах, берешь полотно, высоту и все. Что там такого-то? Есть нюансы. И таких очень много. То есть мы в теории все легко и просто, а на практике все гораздо сложнее, если речь идет о такой пограничной ширине. Например, во-первых, когда ткань метр сорок, а клиенту нужна ширина метр тридцать пять, допустим. Например, да. Ну то есть вот я думаю, что все уже успели за это время взять калькуляторы и листочки с ручкой. Давайте сейчас будем считать размер у нас. Ну какой возьмем, например, ширину. Ну, действительно, очень пограничное состояние. Есть максимальный и минимальный размер. Может быть, на них будем ориентироваться? Ну да, возьмем минимум, а возьмем максимум. Минимальный там метр. Ну такой оптимальный, скажем так, да. Метр двадцать, например, шириной. Высота в данном случае, наверное, меньше. О чем говорим? О том, что у нас портьера будет в готовом виде какая? Ширина метр двадцать, наша портьера в готовом виде, да. А высоту возьмем два метра. Ничего себе минимального. Ну, почему нет? Я-то правильно понимаю, что мы исходим сейчас из ширины ткани метр тридцать пять. Да. То есть, по факту, я хотела бы напомнить нашим уважаемым зрителям и коллегам, если вы видите ширину на маркировке ткани метр сорок, это совершенно не говорит о том, что она будет метр сорок уже в изделии, да. Не забывайте о кромках, не забывайте о том, что если рисунок вышивка, или это жаккардово, если даже это печатный рисунок, рисунок уходит. Иногда на вышивке рисунок уходит, ну, сантиметров на десять. То есть, фактически, ширина остается метр двадцать семь, метр двадцать пять. Бывает такое, да. По-разному это зависит. Бывает и больше, да. Когда приходят новые ткани. У меня есть опыт, к счастью, с тканями Делайт. Когда приходят ткани в шоуруме, есть в центральном шоуруме, есть такие удобные штуки, называются мемо-сэмплы. Да. И мы занимаемся их изготовлением, и к нам приходят новые коллекции, и мы видим, какие ткани приходят, и сколько вышивка не доходит до кромки. И я стараюсь обязательно отправить хотя бы один образец, мемо-сэмпла, который мы не срезаем кромку, ну, или было видно, чтобы эту кромку можно было поднять из библиотеки, из этой кусочек, и посмотреть, сколько не доходит вышивка. Это, как правило, самые большие погрешности указанной ширины, вот фактически это вышивки, естественно. И для римских штор вышивка мне, как технологу, более всего неприемлемо и опасно. То есть, как только мне говорят вышивка, у меня сразу масса вопросов. Масса вопросов. Поэтому, я не знаю, стоит ли нам сейчас... Наверное, стоит усложнить вот эту римку. Подробности. Нет, вот эту римку, что она с вышивкой. Давайте усложним. Усложним. Потому что когда просто, там будет как раз все понятно, и все легко. Вот, то есть, ну, говорим... Пойдем по сложному пути. Не будем искать легких путей. Говорим о том, что ткань у нас указана, как это бывает, метр тридцать семь. Метр тридцать семь. В большом экране заодно, чтобы наши эти зрители в сети Инстаграма... Выходим к доске. Хорошо. Учить так учить. Ну, давайте попробуем, да. Свет включим? Нужно? Ну, если... Может быть, так нормально? Я пока подготовлюсь. То есть, будьте очень внимательны. Я еще раз хочу призвать к этому наших зрителей, к тому, чтобы смотрели и думали о том, что если ткань указана на метре тридцать семь, а вам нужен фактически размер изделия римской шторы, например, метр тридцать пять, то такое, к сожалению, не получится. К сожалению, не получится. Если ткань, это ширина метра тридцать семь. Бывают исключения. Ну, если однотонечки какие-то, то там по два сантиметра можно срезать, и будет... Растянуть можно. Значит... Начнем сначала. Говорим о том, что готовый вид изделия метр двадцать. Исходная ткань у нас шириной метр тридцать семь. Это вышивка. И высота у нас два метра. Вышивка. Да, высота изделия два метра. Опять же, нам нужно знать в первую очередь, выяснить, если есть такая возможность позвонить на склад, опять же, посмотреть, позвонить компании, поставщику, чтобы померили по факту, узнали, какая ширина на вышивке. Там нужен нам тот, вернее, именно тот размер, который используется. Иногда такая информация есть, кстати, на маркировках тканей. Иногда такое есть. Возможно. Например, в компании Дэйлайт есть такие поставщики, которые этот размер указывают. Это счастье, это прекрасно. Если такой маркировки нет, на отсутствие сил каких-то причин, то можно желательно позвонить поставщику, или позвонить... А поставщик, там, менеджер звонит на склад и просит посмотреть работников склада конкретно. Либо края, да, если есть такая возможность, посмотреть саму ширину вышивки. Именно самого рисунка. Свободный край, пустой, свободный край. Посчитать, да, умножаем на 2, получается. Опять же, как технолог, я скажу, что пустые края мы используем для пошива. Даже, может быть, это иногда выгоднее, потому что... То есть они не срезаются там и не выбрасываются. Подгибки нужно понимать после декотировки. Во-первых, любая вышивка, любая вышивка должна подвергнуться декотировке. То есть мы берем ее и отпариваем парогенератором с паром и смотрим. Сама вышивка, нитки, они бывают разного качества, совместимые с основой, на чем это вышитое несовместимо. Бывает такая ситуация, когда вышивка сама стягивается, основа, которая свободное поле между ними, между цветами, она не стягивается. Получается пузырь, получается дополнительный объем. Если это шелк, какая-то ХБ ткань, это рыхлая ткань, можно это сделать, мы это сутюживаем и приводим правильный геометрический вид. То есть по ширине, высоте геометрический вид. И добиваемся плоскости, чтобы она была достаточно плоской. Нет гарантии, что после пользования это все не вернется обратно в объем. Или может еще подсесть иногда. Узнаем, какая ширина вышивки, смотрим декотировку. В результате смотрим, какой чистый вид вышивки остается. Если у нас остается метр двадцать, это самый критичный момент, который бывает, метр двадцать, нам в принципе хватает. Почему? Потому что на самом полотне вышивка у нас идет вот в таких границах. Вот эти части у нас пустые. И мы их можем использовать в качестве подгибки, если у нас нет подкладки. Если у нас есть подкладка, опять же, но нужно обратить внимание, после того, как подсел или не подсел вот этот рисунок, вот эти края могут быть слишком вытянутыми. И тогда, ну, нужно смотреть уже по степени посадки в самой вышивке. Это уже нюансы. Если у нас остается в частоте метр двадцать, проблем у нас нет. Мы помещаемся сюда, делаем из расчета два метра готовый. Берем припуски. Если у нас нет каких-то глобальных рисунков, которые мы хотим начать или закончить штору. То есть, если у нас там есть какие-то лошади, животные, у кого есть головы. Чтобы не срезать головы и ноги. Да, целостность. Чтобы надо целостность рисунка. Хотя головы срезаются все равно. Бывает так, что одного туловища... Лучше, наверное, ноги срезать, чем голову. Смотрим. Смотрим обязательно на рисунок, когда краим и считаем. Лучше прибавить полметра, один рапорт, сколько он есть, но без таких потрясений. Можно дать рекомендации клиенту. Да, давайте сделаем чуть побольше. Тогда сохранится рисунок. Тогда он будет более понятен. Есть заказчики, которые экономят. Экономят сантиметры и считают важно донести до заказчика, до конечного клиента важность. Но заказчики разные, и мы с ними... Главное, мы предупреждаем. Рекомендуем. Есть рекомендации, даются. Итак, рисунок. Смотрим какие-то вензеля. Допустим, мы головы и ноги не срезаем. Все у нас хорошо. Что мы берем? Мы берем... Если у нас берется одна высота, если мы помещаемся, мы берем 2 метра плюс рапорт. 2 метра плюс рапорт. Смотрим у поставщиков, какой рапорт. Знаем число. То есть, в принципе, это формула... Рапорт вертикально берем, да? В данный момент мы берем рапорт, который у нас встречается горизонтально. То есть, вот этот рапорт. Горизонтальный. Который рапорт идет вот так. Делаем припуск, даем припуск на швы. Это минимум, минимум 15 сантиметров. Минимум. И плюс мы берем... На швы имеется в виду? И сверху, и снизу? Высоту берем. То есть, на все 15 сантиметров это минимум, который нужен для римской шторы. А оптимально сколько, если там вот... Нужно оговаривать, будут кулиски из этой ткани или кулиски, организованные отдельно, настрачиваемой лентой сзади, то есть расход ткани. Потому что на каждую кулиску, на каждую кулиску, вот она, допустим, да, идет, сбоку кулиска, да, она организована вот таким образом. Давайте пока первый вариант мы берем на шторной ленте сзади, да? А кулиску мы рассмотрим как второй вариант, сколько нам нужно будет прибавлять еще к высоте. Да, то есть вот она, да, кулиска, и там фибергласовая вставка. Да. На каждую это плюсом идет прибавка, естественно, если у нас... Значит, что еще берем? Берем процент на усадку. Это обязательно. Процент на усадку, на декотировку. У синтетических тканей, Если это полиэстер, усадка минимальная, это где-то 3-5 процента. Шелка, это самые... Шелка и шерсть, это самая максимальная посадка, это где-то 15-20 процентов, на всякий случай, потому что это важно. Размер для римских штор, там... Так, на усадку. Давайте 10 возьмем там. Ну, а, ну... На усадку, процент на усадку. Просто процент на усадку, да. Хлопок, лен, усадку дает, и, в принципе... Там хлопок поменьше, лен побольше, лен около себе максимально... Это материаловедение. Я думаю, что вообще для этого нужно в отдельный какой-то момент, потому что это вещи... Наверное, каждый производитель, каждый сносит на лекоменции или на лекоменции. Не каждый, к сожалению, да. Мы должны уже сами понимать, что если это хлопок, он может дать там 1-3 процента усадки. Если это лен, максимально 10. Ну, сколько я смотрела на макероз. Очень большую усадку дает вискоза. Вискоза, потому что у них есть... Рыхлость какая-то. Вискоза считается натуральным волокном. Это не... Оно натуральное, но оно не из растительных. Волокон состоит, в принципе, такие, как шелк, лен, хлопок. Он не растет. Вискозное волокно делают совершенно другим способом. Это... Свивается такая нитка и зависит все от укрутки изначальной нитки, которая сырья, которая производится. То есть, это сложная технология. Сложный вопрос. Да, он требует большего времени. И не будем останавливаться. Это все зависит от сырья и от материала. Если вискоза сделана правильно, изначально само волокно, то, может быть, усадки и не будет. Но бывает такое, что вискоза может... Неожиданно садится. Да. Вискоза, да. Значит, усадка. Что мы еще прибавляем? На нижнюю планку, да? Ну, 15 сантиметров. Я посчитала. Утяжелитель. Если мы оставляем ровный край, утяжелительная планка в складских коллекциях у карнизов там полтора сантиметра... Нижний отвес? Утяжелительный, да. Утяжелительная полтора сантиметра, тире три. Тире три еще бывает, да. Тире три. Да, то есть вот в этом... Если мы делаем подгибку, то есть мы прибавляем полтора плюс полтора плюс на свободу движения. То есть два с половиной, три плюс три, это шесть. Ну, опять велкро, да, что у нас там будет. То есть 15 сантиметров на припуске, это минимум. Это минимум. То есть если эта цифра будет больше, можно будет сделать. Значит, ну, в принципе, вот формула. Схема такая, да. А если... То есть это мы посчитали, если мы берем шторную ленту сзади, пришиваем, да? Если мы берем кулиски все-таки, да, так вот не хотим шторную ленту пришивать. Кулиска на каждую кулиску прибавляется в среднем, я бы прибавила там 2,5 сантиметра. 2-3 сантиметра на каждую кулиску. Опять же, если здесь есть рисунок, нужно понимать, как кулиска шторы шьются у нас, по нашей технологии, шторы шьются снизу. Начинаем. То есть чтобы был организован низ, чтобы его было видно, мы понимаем, что верх, если нам нужен подгонка рисунка, допустим, когда висят римская штора, и рядом обычная портьера из той же ткани. Когда необходима подгонка рисунка римской шторы, верха, с подгонкой рисунка обычный портьер, такое бывает и встречается, то очень сложно высчитать. Это сложно. Я сейчас уже начала думать, как это... Сложно понимать разницу, да, установки карниз, на каком уровне. Да, нужно знать, что это высчитывается. То есть тогда, да, с этим проблемой, там нюансы, нужно все это смотреть. Тогда, может быть, это будет как-то, шиться сверху, опять же, с условным верхом и вниз. А так, ну, добавляется наверх. Дальше. Если у нас при вот этом... Все, или еще будут... Мы сейчас будем говорить о шагах, о количестве, да? О количестве шагов можно. Но я просто хотела... Ну, да, давайте поговорим. Два метра. Да. Два метра. Какой у нас предпочтительный должен быть шаг? Во-первых, важно знать, какое расстояние вот здесь вот до оконного проема. Я его здесь нарисую. Будет ли мешать поднятая штора, полностью поднятая штора открытию, открыванию окна? Будет ли она ее задевать? Конечно, мы не хотим травмировать наше изделие, и чтобы оно долго служило. Во-первых, первый вариант, когда он здесь... То есть нам это важно знать. Желательно, чтобы вся римская штора убиралась наверх до вот этого вот проема. Да, то есть карниз. Вот до сюда. Это, на мой взгляд, основной критерий, который может быть. Бывает, что окно со створками, которые открываются ниже. Да, то есть так называемая, там вот есть мертвая зона, да, когда есть фрамула, которая не открывается, и не пользуется. То есть, кроме дизайнерских и каких-то предпочтений самого заказчика, функционал, наверное, это единственный, который может давать ограничения, так скажем. Соответственно, если мы говорим о том, что это 40 сантиметров, да, например... Простенок 40 сантиметров, да, то есть от потолка до начала... От карниза до того момента, когда приходится створка при открытии, то есть это может быть и простенок, это может быть какой-то стеклопакет с мертвой зоной. Соответственно, что мы делаем? Мы делаем так, что мы 2 метра делим на 40, у нас получается 5 интервалов. 5. Да, 5. Но, наверное, 40 это чистый вид, все-таки, когда штора римская поднимается наверх, она занимает какое-то место, поэтому, скорее всего, это будет 35, да, потому что она совсем колечко-колечко, вновь прийти не может, то есть, ну, это будет 35, ну, и, соответственно, я воспользуюсь. Да. То есть 2 метра делим на 0,35, ну, где-то 6 шагов, да, 6 интервалов, 33 сантиметра. То есть каждый шаг... А мы можем, например, верхний шаг сделать чуть больше остальных? Вот его сделать чуть больше, а остальные все будут одинаковые шаги. И вот в каких случаях... Какие цели мы преследуем этим? Если можно сделать, если нам нужно, опять же, бывает так, что римская штора крепится в нишу, ниша достаточно глубокая, римская штора, это не видно, там внутри. И если нам не нужно, чтобы она вся, римская штора, уходила туда, или нам совсем этого не нужно, то, в принципе, можно сделать верхнюю вот эту часть много выше. Понимаю, высчитывая. Опять же, важно знать, нижний край, как будет? Начало подъема римской шторы. Как он у нас будет? Он у нас будет начинаться... Остается ли? Подъем будет начинаться с самого низа. Давайте об этом поговорим поподобнее. Да, то есть, это тоже важно. Особенно, когда у римской шторы, вот когда она не такая, как у меня изображена, а с какой-нибудь отделкой. И важно знать, будет здесь, должно быть видно, бахрому, тесьму, все, что насрочно, кант. Тогда мы поднимаем, у меня есть картинка, я не знаю, какую-нибудь найти. А это у нас папка 2, Андрей нам сейчас ее откроет. Папка 2. Наверное, первый рисунок, первая картинка, какая есть, с красным кантом, по-моему, нет. Нет? Нет? Можно, это мы... Это мы в Кадо сфотографировали, там есть совершенно замечательно, прекрасно. Ну, в принципе, она, да, она соответствует тому, что здесь у нас нету красивого низа, да, но зато... У нас есть красивые бока. Канты, да, вот как раз тот вариант, когда здесь вышивка, насколько я помню, это вышивка, и здесь... Логичное завершение рисунка снизу, да? Очень логичное, но мы не знаем, какие были, что преследовали, да, то есть я бы сделала кант снизу тоже, да, там полный... Не очень понятно, на самом деле здесь ткань контрастного цвета, использована на кант, я бы сделала внизу тоже, но это личное мое мнение, здесь сделано так, значит, и мы говорим о том, что здесь... Но здесь, вот, кстати, здесь полный шаг, то есть здесь разделено... Оставлено, да. Да. Здесь разделено, на равные части и цепляется, то есть они все равны, все равны, как я говорю, все их ничто, они все равны, и оно прицеплено вот сюда, в данном случае. Какие, Лен, могут быть недостатки крепления вот к нижней... Где у нас большая точка? К нижнему самому колечку, да. Об этом, кстати, вот дизайнеры, насколько я знаю по опыту, вообще нечасто задумываются, что может быть такая огрешность, когда солнечная сторона, подняли, например, да, хотя от солнца много, например, да, не опустили, а на борт подняли, или, может быть, не знаю, в какой-то местности, где солнца много, всегда привыкли к этому. Подняли римскую штору, соответственно, лицевая часть перевернулась и стала, лицевая часть ткани перевернулась и стала, повернулась лицом к солнцу. Мы сейчас говорим вот об этой точке, которая начинает подниматься вот так. Соответственно, переворачивается ткань и лицом поворачивается к солнцу. Да. Есть такой момент, ткань выгорает. И ткань выгорает. Да. Причем нужно понимать, что даже если вы открыли на небольшое количество, он уже поднят этот край. Да. То есть вы уже его подняли, и он будет максимум находиться на солнце. Поэтому, конечно, если солнечная сторона, если это шелк, если это ткани, которые неустойчивые к светопогоде, к свету, к солнечным лучам, лучше, конечно, делать вот это. Оставлять нижний шаг. Как минимум, оставлять вот этот целый, либо последний делать полуторный, то есть вот половинку. Чуть меньше, да. То есть чтобы вот здесь было 0,5, 0,5 от шага. Вот от этого. Да. Либо, если есть письма, то чуть больше. То есть нужно понимать, то есть 0,5, да, плюс видимая часть, видимая часть, которую мы хотим видеть. То есть тесьма, бахрома, фигурный край, все, что нам нужно, это прибавляется вот к 0,5 от этого расстояния. Это не 0,5 метра, это коэффициент. Коэффициент 0,5 вот от корда. Ну, тут я, кстати, вот хотела бы заметить, да, чтобы дизайнеры и декораторы помнили об этом и не считали, что это поставщик им поставил какую-то неправильную ткань, которая почему-то выгорела непонятным образом. Она выгорит. У ткани нет такой защиты на лицевой части, защиты от света. Пропитка на ткани идет с изнаночной стороны ткани, да, не с лицевой. Конечно, любая ткань, любая, blackout, dimout, любая ткань выгорит с лица. Даже с пропиткой все зависит от времени. Да, конечно, все зависит от времени. Подкладочные ткани на это рассчитаны. Подкладочные как раз в меньшей степени выгорают, поэтому они и подкладочные. Но и подкладочные ткани, они существуют для того, чтобы сохранять шторы. Беречь основную ткань, да. Да, от света. На нее такие функции возложены. Фольгированные? Ну, пока я не знаю. Ткани? Подкладочные? Фольга? Нет, есть. Есть что-то такое, я видела, но любая фольга, она не утюжится. Вкрапления, любые, которые с люрексом, с металлической ниткой, которые не фольга, именно вот такие синтетические, да, которые отражаются. С ними проблема в пошире. Ну, то есть ее просто нельзя гладить. Утюжить, да. Ее нельзя утюжить. Поэтому нет предела совершенства. Мы можем для наших любимых заканчиков сделать все, что угодно, все, что пожелают. Лишь бы... Лена, а по количеству барабанов? Сколько на метр двадцать желательно делать? Барабанов. Количество барабанов в принципе обуславливается нормами изготовления карниза. У них есть, во-первых, у них есть свои нормы, которые они дают. Я думаю, что они дадут здесь три-четыре рабочих блока, да, которые поднимают. Ну, я думаю, что оптимально все-таки четыре, потому что два уже уходят на края, и чтобы не оставалось одного такого центрального. Все зависит от того, какая, насколько тяжелая штора. Да. Если это прозрачная ткань, прозрачный тюль, прозрачная штора, то нам в принципе не нужно много поднимать, и мы не хотим наверняка, да, чтобы у нас здесь были видны веревки и все вот эти технологические вещи. Поэтому я в своих заказах и в своих, если у меня есть какие-то полномочия, я могу убрать до трех. Опять же, если есть римские шторы, которые мягкие, из тонких тканей, где нет ребер жесткости, без ставок, да, без уберглазовых ставок, без ничего, они имеют вид более мягкий, и соответственно, там вообще только два барабана, два рабочего блока слева-справа, и они красиво поднимают и организовывают такой типа свак, с красивой складкой, то есть там в принципе по функционалу третий барабан не нужен, только если нам нужно с каким-то с таким провисом, более декоративный. это все зависит от проекта, да, да. По барабанам, ну, что еще по барабанам, производители карнизов запрашивают, обязательно, да, должно указывать количество. да, да, и мы, если как ателье, как люди, которые производят пошив, изготают, делают изделия, мы спрашиваем, какое количество барабанов, во-первых, и на каком расстоянии они находятся от края слева и справа. Почему? Потому что блок управления, да, блок управления, например, да, если мы говорим, что он здесь справа, он занимает 6,5 сантиметров. Это если мы говорим о том варианте, который у нас был справа, система с внутренними катушками, с блоками, которые вовнуты. Здесь 6,5 сантиметров. Соответственно, если у нас правая штора, да, то у нас просим, да, вот сколько количества блоков, да, 3, мы будем говорить, что 4, и мы просим расстояние от края крайних, и, соответственно, если это римская штора, то вот эти расстояния у них внутренние, они одинаковые идут, как правило. Если это французская штора, то мы запрашиваем еще индивидуальное там расстояние между блоками, да, потому что важно, где, как оно собирается, это отдельная тема. Мы любим мунифицированные, мы не любим левое и правое, мы любим, чтобы нам дизайнеры просим, опять же, по возможности у всех вкуса, чтобы они давали унифицированные 6,5 см слева, 6,5 см справа, остальные, вот эти метр 20, делим на ровные части, ровные части, унифицированные. То есть, если особенно это левое и правое, там, когда их много, когда одна проблем нет, но тем не менее, в тех заданиях мы просим дизайнеров, которые у нас размещают свои заказы, мы просим указывать левое, правое и количество блоков. И, да, можно поменять, конечно, все это на месте. Сейчас есть, я не пробовала, честно скажу, я не заказывала, у меня не было, с язычком, с таким, да, то есть, не обязательно отвинчивать вот этот вот винтик и передвигать с отверткой, есть язычок, ты их двигаешь, я не пробовала, честно, я еще не брала. А какие еще инновации есть? Ну, про Каи мы сказали, что там металлизированные нитки, там, ну, понятно, каждый производитель там стремится что-то эмоционное привнести, да, каждый раз, каждый год какие-то нюансы. Какие сейчас инновации, вот, допустим, просто по этим банальным карнизам, которые мы уже давно привыкли, знаете, кроме вот этих язычков, которые помогают просто свободно передвигать механизмы, шлоу. Нет, но есть еще электрические карнизы. электрика у меня. Электрика? Ну, а сложные, дорогие, надежные. Примитивные механические что есть? Да, особо ничего, только вот тоже... Барабаны, и декоративные там тоже ротор. Можно дизайнер сам, если раньше дизайнеры просили там монтажников поправить блоки, то теперь дизайнер может даже сама пластиковую изучить. Монтажник не нужен. Очень много. Монтажник не нужен, да. я не могу... На ум сейчас прямо вот так я не могу придумать, вспомнить какие-то... Надюшка с вырастает? Да. Что я могу вам ответить еще, Артем? Если у нас больше вопросов нет, мы могли бы перейти к следующему нашему... Вопросов больше нет? Вопросов нет? Всем все понятно? Значит, говорим дальше о том... По поводу, да, пропорции на окне, и тут у нас уже давайте усложним задачу и возьмем несколько портьер на многорамном окне. Как мы стыком, если это у нас ткань? Можно я договорю, не дойдем до этого вопроса. Можно я скажу о том, что если нам нужно не 120, например, а 140... Побольше? 40. Да. С теми же условиями. Я думаю, что... Какие путевые... Крутятся в этот вопрос, витает в воздухе и на языке. Да, давайте. Расчет для карниза для готового изделия на метр сорок. А может еще подсказывать, что появились римские карнизы день-ночь? Да. Да, есть такие. То есть это два карниза, они управляются также на цепочке, просто они сдвоены. Два карниза. Ну, сути это не меняет. То есть получается два изделия, да? Одно как тюльевое изделие, другое как портьерное изделие, плотная ткань. Суть, как бы, да, есть там ноу-хау, да, свое определенное, но суть это не меняет. Римская штора, она остается римской. Два. Значит, расчет, если... Чуть больше, да, ширины ткани? Чуть больше. Чуть больше. То есть если мы говорим, что у нас также остается вышивки метр двадцать, а ширина изделия должна метр сорок быть. То есть у нас разница двадцать сантиметров. Откуда мы должны их взять? Мы должны эти двадцать сантиметров где-то добыть. Значит, два варианта расположения шва, стачивания, полотна до римской шторы. Оно может быть горизонтальным и оно может быть вертикальным. Значит, в первую очередь мы смотрим, может ли рисунок, если он такой присутствует, быть перевернут. Если это однотонная ткань или какая-то... Да, ну, например, вот эта ткань, она могла бы быть наверняка перевернута, да, которую мы сейчас видим. Она может быть вывернута. И, соответственно, шов стачивания будет... Попадет в одну из вот этих вот кулисочек, да, например, или кулис. Мы закрываем кулиской. Лично мои рекомендации из опыта, я говорю о том, что шов стачивания должен быть максимально низко. То есть он должен приходить либо в самую нижнюю, но, как правило, он приходит во вторую. Да, потому что мы же должны помнить, что ткань-то у нас все-таки метр... Метр тридцать, да, метр двадцать, да, опять же, то есть чем ниже, я считаю, это мое личное мнение, чем ниже шов стачивания, тем это лучше, удобнее только в связи с тем, что римская штора поднимается снизу. То есть когда мы поднимаем ее наверх, первая складка закрывается сразу, ее не видно. То есть любая погрешность, а она может быть при стачивании, любой шов на римской шторе, он может привести к какому-то дефекту, потому что мы все-таки стремимся, чтобы римская штора при полном опущенном виде, чтобы она была идеально ровной. Гладить. Мы так любим, да. Ну как вот здесь, например, мы же уже не видим ни кулиску, ни самую нижнюю, ни вторую. Да, да. Это вариант, когда шов располагается горизонтально. Есть нюансы, много их нужно оговаривать с заказчиками, в зависимости от того, насколько заказчик входит вот в ситуацию и вникает в процесс. Но в технологическом плане обязательно у нас этот вопрос тоже прописывается в тех заданиях, как располагается шов стачивания. Второй вариант шов стачивания располагается... Это если при условии, если ткань невозможно перевернуть, да, и... Ну, невозможно перевернуть. Иногда ткань тянется в каком-то направлении, и ее невозможно перевернуть. Ну, какие-то технические моменты, декоративные, технические, там, может быть, это какие-то цветы, которые, там, люди, животные, которые не могут лежать, а могут стоять, или наоборот должны... Направление рисунка. Да, либо по направлению рисунка, либо по каким-то данным тканям составом. Далее. Что мы делаем? Естественно, мы не можем... Это история, кстати, с покрывалами тоже. То есть они схожи, когда... Ну, в покрывалах это еще допустимо, когда шов стачивания посередине. Ну, это... Да, то есть... Сейчас мы рассматриваем вариант, когда у нас нет отделочной тесьмы или каких-то дополнительных... Декоративных элементов. Элементов. Да, то есть, ну, так, да, можно назвать. То у нас шов. Вариант расположения шва. Мы рекомендуем делать два шва. Вот так. Да, то есть 20 сантиметров мы разделяем налево и направо. То есть у нас вот здесь 10 сантиметров и здесь 10 сантиметров. Ну, либо мы же можем увеличить, да? 10, не сделать, например, 15 сантиметров, тут ничего не пострадает. Это диктует. Это мы говорим по минимуму, если это какой-то однотоник, и если мы используем вот эту всю часть. А если это рисунок, то здесь существует подгонка рисунка. То есть нам обязательно нужно понимать, что у нас вот здесь, если это рисунок, у нас рисунок здесь должен подогнаться. То есть мы стачиваем так, чтобы у нас было не видно, как минимум. Конечно, лучше, чтобы это было идеально, идеальная подгонка. Но если это вышивка, принты, они отходят, не всегда возможно. Мы стараемся. Мы это делаем. Такой вариант подгонки. Как мы это считаем? То есть все то же самое. Мы берем 2 метра. Мы говорим о том, что это та же будет высота. 2 метра. Мы также прибавляем рапорт. Мы также прибавляем минимальное 15 сантиметров. Опять же, учитывая, какие у нас будут кулиски, не кулиски. То есть процесс мышления, тот же порядок. И процент на усадку. И в идеале мы вот это все должны умножить на 2. В идеале. Но когда экономит заказчик, когда очень дорогая ткань, можно пойти другими путями. То есть можно прибавить 2 плюс 2. Да. 2 рапорта обязательно, желательно, чтобы были 2 рапорта. Но можно прибавить 1. Если мы не соблюдаем условия, что у нас должна быть здесь, по низу должен быть ровный рисунок. Да, мы можем, нам дают ткань, и мы начинаем ровно с того места, откуда нам ее дали. То есть нам подогнать нужно одно полотно к другому. Тогда можно. Несмотря на то, что у нас шпата 2. Потому что мы первое полотно берем, видно здесь в этом месте? Рисуем. Первое полотно мы берем, вот это вот основная часть, вот оно, оно вот здесь располагается. А второе полотно, независимо от того, то есть может быть, если позволяет рисунок, то есть в идеале, конечно, многие ткани, вот здесь вот кромка, и здесь кромка. И мы вот эту часть пришиваем вот к этой кромке, а эту вот сюда. То есть мы пришиваем кромки с кромками совмещаем. И в принципе на многих тканях рисунок позволяет, то есть он заканчивается на двух краях. Одинаково. То есть нет никакого перекоса. Да. То есть нам нужно подогнать только вот это полотно к этому. Тогда мы берем один рапорт. Один рапорт? Один рапорт. Так, уже экономил. Да. А 15 сантиметров нам нужны припуски и на этом полотне, и на этом. То есть плюс 30 сантиметров. Да, два раза его берем. Да. Процент на усадку. Весь этот садится одинаково. То есть процент, он всегда, то есть в любом случае процент. Плюс процент на усадку. Ну, то есть по сути мы экономим на одном рапорт. Тут будет разница. Нет, тут будет разница. Если тут я процент два раза умножила, то здесь будет вот этот расчет, будет экономичней. Выпадет один рапорт, не один. Можно, в принципе, считать рапортами. Есть еще такой, как бы, прием. Технологии, да. Расчеты. Ну, для людей, которые, для дизайнеров, которые далеки, да, очень немного дизайнеров есть, которые... Более сложный путь, да. Да. Кто читает рапортами, очень нужно быть внимательным, потому что, ну, вкратце я расскажу, как это делать. Да. То есть берется, там, допустим, длина шторы, два метра, делится на рапорт, да, условно говоря, если это будет... На рапорт на какой, Лен? На вертикальный или на горизонтальный? Мы сейчас говорим про горизонтальный. Сейчас мы говорим тот рапорт, который повторяется горизонтально, потому что мы его, как бы... Делим на горизонтальный рапорт. Получаем. То есть два метра, делим условно на 35 сантиметров. У нас получается 5,7. То есть 6 рапортов. Округляем, да, в большую сторону? Да, в большую сторону округляем, меньшую никак. 6 умножаем на 35 сантиметров, получается 2,10. И смотрим, хватает ли нам 10 сантиметров на все припуски. 10 нам мало. Соответственно, прибавляем еще сантиметров 10. Сколько нужно? Ну, садку уже плюсом. И смотрим, какой экономичнее. Это будет еще экономичнее. Поменьше еще ткани берем, да, в этом случае. Ну, это минимум по расчету, которые могут быть. Да, Елена, смотрите. Здесь мы взяли одну и ту же ткань, которую пришиваем, но есть же еще выход. Можно, да, можно использовать ее. Можно здесь более дешевую ткань. Так же, как сделано здесь, рассматривая этот вариант, берется однотонная ткань. Либо какой-то компаньон, который предложен в каталогию. Однотонный ткань в качестве отделки. Да, в качестве отделки берется компаньон. Здесь берется, если эта отделка выполнена из однотонной ткани, соответственно, мы берем высоту, плюс припуски, плюс усадки, то есть, ну, стандартный расчет, как для этой шторы, только без рапорта. Либо смотрим, может быть, опять же, можем ее перевернуть, не можем. Ну, как правило, однотонную ткань переворачивать можно, ну, если это однотонная. Ну, тогда у нас высота не метр сорок будет. У нас два метра здесь, поэтому нам приходится делать высоту брать. Желательно окантовку не стыковать, да? То есть, ну, чтобы не было никаких швов там. Можно, конечно, если какая-то, какой-то форс-мажор, и опять же, сделать на конте, на конте, да, то есть, шов именно стачивания где-то в кулиске. Ну, это трудоемко, ну, в принципе, все это можно. Ну, возможно. Да. Да. Если у нас вопросов больше нет, переходим к следующему вопросу. И мы хотели бы сейчас... Лин, да? Мы все, дальше можем продолжать? У нас вопросов пока не возникает. Мы можем перейти к следующему. Вопрос заключается в том, что эфир имеет ограничение по времени. Вот этот вопрос, он единственный. Дело в том, что уже один час, первоначально отведенный, он уже закончился, и мы видим, принимаем трансляцию, то есть, то есть, мы с такими отпустим трансляцию заново. Мы говорим, что нужно будет долго, но у нас гости... Как-то мы все время пролетели, да? В любом случае, наверное, надо немножко взять паузу. Мы изначально понимали о том, что эта тема большая, и по римским шторам по сути... Я очень оптимистично настроена, потому что это очень сложная тема, длинная, большая, и... Даже сейчас, да, я бы еще дополнила, еще бы я дополнила. Ну, мы ждем вопросы, в любом случае, какие будут, и мы... заданы... Я попросил наших зрителей, в принципе, подготовить даже перечень вопросов... На следующий эфир, на следующий выпуск. чтобы в следующем эфире мы могли более подробно остановиться на тех вопросах, которые изначально вот уже появляются по этим. То есть, чтобы можно было таким образом влиять на контент нашего канала, и вообще... В любом случае, у нас есть свои предложения, ну, естественно, да, которые мы подготовили, но и, конечно, мы рассмотрим все вопросы и ответим на них. Ответим. На следующем нашем эфире. Лен, можете пока присесть. Ну, мы до следующего эфира прощаемся с вами. Сейчас у нас видеоролик, да, насколько я помню, в рамках рубрики «История успеха» у нас Наталья Петрова, студия «Эдем», город Царов, Нижегородская область. Она прислала нам в суд потрясающе интересный видеоролик со своей историей успеха. А мы с Леной желаем вам хорошего дня. Прощаемся с вами. Увидимся через неделю. Спасибо.